Первый сон зла «А что тогда принадлежит?» – спросил Петрович «Тебе принадлежит душа, она твоя, вернее это ты сам, тело тоже твое, но я манипулирую тобой, твоим сознанием и практически всеми людьми, от последнего нищего до глав государств» – ответил голос «Кто ты?» – спросил Петрович «Люди меня называют по-разному, раньше меня называли падшим ангелом, люцифером, источником всего зла, теперь эгрегором человечества и даже ноосферы, одним словом, я определенная информационно-энергетическая структура, которой оплетена планета Земля В вашем понимании я джин, обладающий огромными возможностями, нечто вроде энергетического компьютера, для моей жизни и развития нужна энергия и материальная опора «Вы, люди, мое энергетическое стадо, которое я даю и за счет чего существую, планета Земля – моя материальная опора, я проник в ее энергетическую структуру, вроде злокачественной опухоли И?» – но ты понял, это я разрушил планету Фаэтон, умертвил Луну и теперь настала очередь Земли «Как можно доить человечество?» – спросил Петрович «Ты сам об этом ранее читал, размышлял, я напомню тебе» «И он процитировал, Вильзевул, князь демонов, источник всего зла, находится в теле сынов человеческих, он источник смерти, он порождает все несчастья, и под пленительной маской он искушает и соблазняет сынов человеческих, он обещает им богатство и власть, великолепные дворцы, золотые и серебряные одежды, множество слух и все». «Чего они захотят, он обещает еще славу и почет, чувственные радости и роскошь, прекрасное явство и обильные вина, шумные оргии и дни, проведенные в праздности и безделии. Так соблазняет он каждого, к чему более склонно его сердце. И тот день, когда сыновья человеческие становятся полностью рабами всей этой суетливости и всех этих гнусностей, тогда он отнимает у сынов человеческих, как плату за наслаждение, все благости. «Мне необходимо внимание и деятельность, чтобы люди суетились, делали пакости друг другу, природе. Суета, пакости и прочее отрицательное состояние в сознании человека – моя пища. И я соблазняю людей всевозможным образом для того, чтобы они начали вырабатывать нужную мне энергию. Чем больше отрицательных мыслей люди вырабатывают, тем сильнее я становлюсь, тем мне лучше. А манипулирую я человеческим сознанием через побуждение. Я делаю людей, все человечество, духовно больным. Как это происходит? С чего начинается? «Ты, вы и мной манипулируете?» В смятении задал вопрос Петрович. «С какого конца тебе объяснит? С того, как я объявился на земле или с твоей жизни?» Ответил голос. «Объявились на земле», – выдавил из себя Петрович. «Бог сотворил человека по образу своему и дал ему власть над всем живущим на земле и над самой землею». Именно человек был слабым звеном солнечной системы, и с него надо было начать завоевание. «Я пошел проверенным путем, используя одну из 36 уловок, нащупать вход и продвигаться вперед, пока не достижнешь главенства». На языке земных людей это называется «пересади гостя на место хозяина». «Постой, а разве были неземные человеки, то есть люди?» Поправился Петрович. «Были человеки на Фаэтоне, были на Луне, пока есть на земле. Живут люди и на Венере», – последовал ответ голоса. «Первых людей, обладающих неограниченной властью и истинным знанием, мне взять было не под силу. Разделение на пол дало первую слабину, и сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Так появилось побуждение к продолжению рода, на котором я умело сыграл и продолжаю это делать до сих пор. Цельное сознание человека надо было внести в возмущение, мощное желание, которое бы затмило все остальное. Привлекательная и в то же время смущающая нагота, желание подобно Богу творить новую жизнь, явилось для меня главным козырем. Все хотят извергаться любовной лавой, растворяясь в потоке творческого акта, акта зачатия новой жизни. Для живых существ сильнее этого нет ничего во всей Вселенной, ибо сама она есть выражение пламени любви. На любовной ниве я пожимаю самый богатый урожай. Каждый человек имеет свое понимание о любви, желает, чтобы его любили вот так и только так. А в жизни это случается крайне и крайне редко. В итоге одни разочарования, один негатив. Энергетика эмоций от любовных разочарований мне особенно вкусна и питательна. Она идет от разбитых сердец и укрепляет мое собственное энергетическое сердце, питает его. Кстати, Петрович, на хрониках Акаши, Акаши это вечная запись в структурах пространства, Липики, это летописцы этой хроники, записали твои любовные разочарования и подвиги в кавычках в этом направлении. Вот так. Я энергетически подоил тебя и бесчисленное множество других на любовной ниве. Петровичу стало стыдно и неприятно. Я даю тебя и сейчас. Ты чувствуешь, как я это делаю? Обратился к нему голос. Дух своеволия, любопытства, исследования и творчества в человеке неистребим. Именно он погубит человечество и планету Земля. Ранее это случилось с Фаэтоном. А началось все сослушание, которое лежит в основе своеволия, любопытства и материального творчества. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, но от древа познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Даже наказание смертью не остановило первых людей от духа исследования. Так им хотелось знать, что такое добро, а что зло. Именно это и было мне нужно. Подобное ослушание привело к тому, что цельное знание было утеряно, а появились две половинки. Человек стал стремиться к добру, творя при этом зло. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказал, Не ешь от него, проклята земля за тебя. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Побуждение к лидерству показать себе или быть лучше других дало вторую слабину, продолжал голос. Вспомни Библию, Петрович. Первый грех – ослушание и своеволие. Второй – убийство. И убийство на почве ревности. Обиды из-за того, что на человека его труды не было обращено должного внимания. Тем самым ему было показано, что он худший и как человек, и как труженик. Это и вызвало обиду, ревность и жажду мести на этой почве. Каин принес от плодов, от земли дар Господу, и Авель также принес от первородного стада. И презрел Господь на Авель и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Бог проклял Каина за этот поступок. И ты думаешь, он раскаялся в содеянном? Нет. Наоборот. Он лишь больше ожесточился и разочаровался. Понял, что справедливости нет. И сказал Каин Господу, Богу. Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли. Вот так семена ожесточения, несправедливости, посеянные в сознании первых людей, стали вырабатывать нужные для моего энергетического тела и жизни энергии. Я стал расти. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле. И что все мысли и помысли сердца их было зло во всякое время. Петрович как-то совершенно иначе воспринимал цитата из Библии, которую ему произносил голос. Он ранее их сам читал, но не воспринимал. Теперь они входили вглубь его сознания. Затрагивали что-то такое, что дремало в нем, о чем он давно, очень давно знал, но забыл. Теперь это стало вспоминаться и проясняться. «И возрел Господь Бог на землю, и вот она, растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Такую цитату из Библии произнес голос и закончил. «Вот так гость занял место хозяина. Теперь я хозяин земли, и всякая плоть на ней, особенно человеческая, питает меня». Глава 3. Сила благословения. Петрович проснулся, сон был жив и ярок, а в сознании вертелась лишь одна фраза. «Всякая плоть извратила путь свой на земле». «А какой должен быть истинный путь плоти человека?» Такой вопрос вертелся в уме Петровича. И что это за уловки такие, позволяющие гостю стать хозяином? Петрович вышел на улицу и, чтобы как-то занять себя, подольше побыть на свежем воздухе, решил помыть машину. Он открыл ворота гаража, выкатил машину и начал ее мыть. Лето катилось к концу и по утрам стояла тихо, теплая погода. Петрович очень любил это время года, тем более, что приближался его день рождения, который давал особого рода предчувствие, что в следующем году жизни будет лучше, ярче, интереснее и важнее. Намывая в таком приподнятом настроении машину, Петрович краем глаза увидел подходящую к нему незнакомую стройную девушку. Она подошла ближе и сказала ему «Здравствуйте». Петрович навел резкость и увидел перед собой Светлану. Его удивило то, что он ее не почувствовал. Он не мог себе поверить, как он не почувствовал ту, с которой проводено столько упоительных часов сексуальной близости. Ту, которую он страстно желал и чувствовал, как и она его хотела. Они понимали друг друга без слов, притягивались, как две половинки магнита, ждали следующего дня, следующей близости. Произошло сроднение их половин на почве интимной близости. И вот он ее не узнал, просто не узнал. Это ошеломило Петровича. «Я вышла замуж», — просто сказала Света. Петрович знал, что она выходит замуж. Она ему говорила об этом ранее. И вот теперь это событие свершилось. Хотя она приглашала его на свадьбу как сотрудника. Он не пошел, сославшись на занятость. Он ее несколько ревновал, но понимал, что у нее должна быть своя жизнь. И даже несколько радовался, что наконец все кончилось именно так. «Я рад за тебя», — ответил ей Петрович. И добавил, «Ты знаешь, я тебя совсем не узнал. С тебя стерта вся та информация, которой мы взаимно облучили себя». Петрович имел в виду эффект телегонии. Принято считать, что женский организм доступления в половую жизнь является чистым листом бумаги. Первый мужчина во время оргазма облучает девушка своими энергиями. Это означает, что он ставит свою запись на женском листе бумаги. Более того, это не запись, а целое клише. Все последующие мужчины, вступающие в половую связь с этой женщиной, не могут повлиять на эту первую запись. И если женщина рождает детей, зачатых от другого мужчины, то дети во многом воспринимают информацию от первого мужчины, нежели от того, кто их зачал. Недаром в древности так высоко ценилось право первой брачной ночи. И для благородных особ обязательно в жены подбирали девственниц, чтобы шла родовая линия. Со временем у людей это потеряло важность, зато селекционеры законы телегонии знают прекрасно и сразу же отбраковывают породистую самку, покрытую первый раз непородистым самцом. «Когда ты на работе появишься?» – спросила Света. «Подожди, переединусь и пойдем вместе», – ответил Петрович. Они сели в машину и поехали в офис. По дороге Света стала рассказывать, как прошла свадьба. «Его родители благословили нас и подарили икону», – сказала Света. «Особенно мне запомнилось то, что когда мы вошли в его квартиру», – продолжала она, – «его родители стояли вдвоем с иконой в руках и благословили наш брак такими словами. Если Богу будет угодно вас, дорогие дети, свести вместе, то и мы этому рады. Живите дружно в любви и согласии, а эта икона пусть защищает ваш семейный очаг». «Благословили наш брак и перекрестили иконы». «Ты знаешь», – продолжала Света говорить Петровичу, – «я лишь ночью после свадьбы почувствовала всю важность нашего брака». Проснулась и реву, потом подошла к подаренной иконе, помолилась. «Это как-то умиротворило меня, успокоило. Легла и спокойно заснула с муженьком». Петрович подумал про себя. «Так вот почему я не почувствовал ее. Сила благословения и молитвы стерла с нее все наши записи». «Как умно поступили его родители. Теперь бы ей не вляпаться в новые грешки. И мне тоже. Что было ранее, то было. А теперь началась новая жизнь». С такими мыслями Петрович приступил к своим делам, а затем погрузился в работу, забыл их вовсе. Примерно в середине рабочего дня раздался телефонный звонок. Звонила Таня. «Петрович, приходи к нам сегодня вечером в оздоровительный клуб. Соберутся интересные люди. Они проездом из Москвы в Ставрополь». Петрович уточнил время и дал согласие. Глава 4. О духовных законах. В большой светлой комнате, которой городской клуб выделил Татьяне, собралось человек 15. Ждали только гостей. Они подъехали на Тойоте, незнакомой Петровичу Марке с московскими номерами. Вышли двое мужчин примерно одинакового возраста. Представились. Одного звали Михаил, а другого Николай Юрьевич. В дальнейшем оказалось, что Николай Юрьевич был на 10 лет старше Михаила, а выглядел гораздо свежее и моложе. Эта разница всем бросалась в глаза. Николай Юрьевич серьезно занимался вопросами духовного оздоровления и самосовершенства. Читал на эту тему лекции, проводил семинары. Как раз на очередной семинар он ехал в Ставрополь. Михаил помогал ему, учился у него. В прошлом он был военным, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Дослужился до подполковника и уволился в запас. С Татьяной они познакомились в доме отдыха, разговорились и подружились. Так случайно и была организована эта встреча. Николай Юрьевич не спеша, спокойным голосом начал беседу. Намерения мои просты – раскрыть перед человеком сущность его самого. Человек настолько силен, что может в одиночку идти против того потока, который ему навязывается обществом и побеждать. В чем выражается этот поток, подумал Прослея Петрович? Человек – существо очень сильно и связан со многими мирами посредством оболочек, продолжал рассказ Николай Юрьевич. Эти знания несли нам истинные пророки, а лжепророки всяческими путями старались их скрыть и извратить. К великому сожалению, им это удалось. Человечество пошло неправильной дорогой, и наша земля теперь просто погибает. Николай Юрьевич раздался голос одного из слушателей. Поясните, пожалуйста, что за поток навязывает человеку общество? По своей сущности человек – духовное существо. Помните из Библии? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И как духовное существо, он должен развиваться с тем, чтобы после земной жизни существовать в виде тонкоматериального, или, если вам угодно, энергетического существа. Но так сложилось, что человечество стало развиваться по извращенному пути. Этот путь уводит человека от истинной эволюции и все больше и больше связывает душу с материей. А согласно закону развития Вселенной, ее материальная часть через определенные промежутки времени растворяется для того, чтобы вновь началось развитие. И если дух человека своевременно отойдет от материи и воспарит в более высокие энергетические сферы, то он сохранит себя как индивидуальность и сможет развиваться дальше. Если же, наоборот, свяжет себя с материей, то вместе с ней растворится. Это означает духовную смерть человека. И настоящее, цивилизованное общество, в кавычках, все более и более связывает душу человека с материей. Люди интересуются только земными делами, приковывают себя к материи. Вот против этого потока и должен идти истинный искатель, чтобы продолжить свой нормальный эволюционный путь. Человек должен пробудиться от спячки, осознать себя не как тело, не как ум, а как духовное существо. Собравшиеся оживились, а Петрович вспомнил из ранее прочитанного в Бхагавад-Гите, что там описываются огромные периоды времени, дни и ночи Брахма, периоды создания, поддержания и разрушения Вселенной. До него наконец-то дошла важность этой информации. Ведь человек, как духовное существо, развивается вместе с развитием Вселенной. И важность этого развития заключается в своевременном переходе от одного эволюционного этапа к другому. В противном случае человеческое существо перестанет существовать как индивидуальность и вновь превратится в материал для последующей жизни. Я думаю, вы знаете, что Земля может прокормить в три раза больше населения, чем то, которое на ней проживает в настоящий момент. Продолжал рассказ Николай Юрьевич. А жизнь показывает, что сотни тысяч людей погибают от голода. Почему это происходит? Почему человек, якобы мудрый при уровне современных знаний, при таком уровне производства, достижении науки и техники, имеет средневековый уровень жизни? Ответить на этот вопрос мне в свое время помогла религия. Не та религия, которая нас учит, а совершенно иная, которую может взять сам человек. Ведь что такое религия? В переводе с латинского слова религия означает связь. И вот эту связь мы утеряли и стараемся восстановить. Зачем человеку это нужно? Это нужно для того, чтобы объяснить взаимоотношения. Человек – Бог пространства. Кто мы? Зачем мы живем? Смысл нашего бытия. Петрович внутренне оживился. Он давно подразумевал под понятием Бог огромный живой организм, в котором он является какой-то клеточкой. Он не мог объяснить, кто такой Бог и как устроен. Но благодаря фразе из Библии «И сотворил Бог человека по образу своему» стал рассуждать. Я не знаю Бога, но устройство человеком незнакомо. Человек распадается на две главные составляющие – видимое физическое тело и невидимое сознание. Точно так же и Бог имеет проявленную Вселенную, свое физическое тело и разного рода энергии, которые порождают движение, развитие, свое сознание. В организме человека каждая клеточка выполняет свою роль. Организм дает клеточке все – место для жизни, материал для создания самой себя, питания, дыхания. Клетка всецело зависит от того, сколько благ ей дает организм. Одним словом, клетка неразрывно связана с организмом и его жизнедеятельностью. Аналогично и человек неразрывно связан с Богом, источником своего порождения и существования. Значит, Николай Юрьевич сейчас расскажет об этой связи. Очень интересно и своевременно. А Николай Юрьевич тем временем продолжал. Многие люди считают, что духовность – некая форма работы, оторвана от жизни и не влияет на ее течение. Это большое заблуждение, в результате которого подавляющее большинство людей страдает. Очень важно знать, насколько соблюдение законов духовности необходимо человеку в его повседневной жизни, в семейных и межличностных отношениях. Незнание духовных законов порождает нравственную слепоту и духовное невежество. Невежество любого типа проистекает от внутренней лени и апатии человека. В результате этого человек ленив духовно, интеллектуально и физически. Каждый вид лени по-своему разрушает человека. Если человек ленится физически, то к 25-35 годам его тело начинает разваливаться. Еще из старых книг Малахова Петрович знал о физиологическом законе тренируемости и сворачивании функций организма. Без физических упражнений, без двигательной нагрузки на организм, за ненадобностью слабеют и уменьшаются мышцы, а вместе с ними хереют и другие функции организма призваны их обеспечить. Действительно, от лени физической организм человека слабеет и разрушается. В результате интеллектуальной лени человек не способен прокормить самого себя, а обеспечить нормальный человеческий уровень существования самому себе и своим близким. В результате развала социалистической системы общество распалось на воров, милицию и недовольных жизни. Одни ушли воровать, больше ничего не умеют, другие ловить воров, а третьи, привыкшие к стандартному пайку при социализме, образовали серую массу недовольных, так называемый электорат, который нужен лишь во время выборов. Духовная лень порождает самые большие беды не только для самого человека, но и для планеты в целом. Она ведет к уничтожению всего человечества, как ненужного и вредного образования для жизни Вселенной. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помысли сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблюсь с лица земли человеков, которых я сотворил, ибо я раскаиваюсь, что создал их. Только благодаря соблюдению духовных законов человек сможет выжить, процветать и расти дальше, как духовное существо. Соблюдение их позволит людям на всей планете Земля жить счастливо, а не иметь ад при жизни. Прежде чем рассказывать о духовных законах, я расскажу вам об устройстве мира. Представим себе пространство. Оно состоит из сфер. Сфера в центре Бог, он же источник всего проявленного и непроявленного бытия. Бог излучает всю сумму универсальных энергий, которых хватает на создание, поддержание и разрушение миров, на обеспечение внутренней сферы и внешней. То, что люди когда-то посчитали творением, это есть тварный космос, созданный Богом. Центральная сфера существовала изначально. Это божественная сфера. Она всегда была, и творец изнутри ее излучал до этих пределов. Петру Ильичу почему-то вспомнилась обложка Шримадх Мхагаватам. Это индийская священная книга, на которой была помещена изначально духовная планета в виде цветка лотоса. Это была духовная обитель изначальной личности Бога. От нее исходило духовное сияние, которое порождало бесчисленное множество духовных миров. От духовных миров образовались материальные миры с их солнцами и планетами. Николай Юрьевич взял лист бумаги и начал рисовать на нем сферы. При этом он продолжал свой рассказ. Вспомните фразу из Библии «Да будет свет». В Евангелии от Иоанна написано, вначале было слово, и слово было от Бога, и слово было Бог. Это означает, что в Божественной сфере образовалось окошко, и из него вышла информация в виде света или слова. Свет, слово – это излучение универсальной энергии. Универсальная энергия вокруг Божественной сферы образовала другие сферы по принципу убывания волны. То есть первоначальный импульс универсальной энергии образовал одну сферу. Далее, по мере ослабления импульса, образовались остальные сферы вплоть до нашего материального мира. Этот космический эффект образования сфер проявляется и в нашем мире. На фонарных столбах свет от лампочки образует несколько кругов, самый яркий, близкий к лампочке. Далее круг с пониженной яркостью, за ним с еще более пониженной, и так вплоть до полной темноты. Сферы, возникшие от универсальных энергий, образовали миры. Там, где мощность универсальной энергии большая, возникли миры с сильными энергиями. А по мере ее уменьшения сферы образовали миры со слабыми энергиями вплоть до нашего материального физического. К физическому миру относятся галактики, звездные системы и планеты. При этом надо понимать, что указанные миры пронизывают один другой. Они взаимопропитаны друг другом, что отражается и на их качестве. В одном мире действуют одни законы, в другом другие, а в третьем совершенно иные. Например, наш физический мир имеет определенную скорость света, силу тяготения и так далее. Скорость волны задает параметры времени. Чем быстрее волна, тем быстрее идет время. Волна является строителем мира. Она задает тон всему. Отсюда получается, что сферы и миры в них, расположенные ближе к божественной сфере, состоят из более мощных энергий, чем удаленные. Петрович вспомнил прочитанное им о Эммануила Сведенборга, что ангелы могут одним словом высказать столько информации, что на изложение ее в человеческом мире потребуется большая книга. Он не понимал подобного, а теперь ему открылось. Ангелы принадлежат совсем к другим мирам, где время течет гораздо быстрее, а следовательно информация, ее передача происходит намного быстрее. В итоге получается, что они живут в более информативном и быстром мире. И если человек получит доступ в этот мир, как это происходит во время самадхи, особой медитации, то возвращается оттуда обогащенной огромным количеством знаний. В основе построения миров, продолжал Николай Юрьевич, лежат два вида вращающихся энергий. Один вид вращается в одной плоскости, а другой поперек нее. В целом это напоминает правильный крест. В божественной сфере эти энергии находятся в уравновешенном гармоничном состоянии, в виде правильных крестов. После того, как стали образовываться сферы и появились миры в них, эти энергии разошлись на вертикальной и горизонтальной. Это произошло из-за того, что в божественной сфере неизмеримо больший потенциал энергии. А опускаясь сферы и образуя миры, энергии теряют свой потенциал, остывают и разветляются на вертикальной и горизонтальной. Можно этот процесс изобразить и так. Божественная сфера – это толстый ствол дерева. Первая сфера после божественной ствол разветвляется на два меньших ствола – правый и левый – на мужскую и женскую энергию. Мужская энергия – это вертикальная энергия или закрученная по часовой стрелке. Женская энергия – это горизонтальная энергия или закрученная против часовой стрелки. Наука подтверждает тот факт, что на уровне элементарных частиц имеются право и лево вращающиеся, которые образуют одно и то же вещество, но с разной направленностью внутреннего вращения. Имеются даже лечебные препараты, механизм действия которых основан на этом принципе. Теперь перейдем к рассмотрению жителей, обитающих в мирах, созданных сферами. В божественной сфере обитает сам Бог или источник творения, а на границах – силы или энергии, с помощью которых Он творит. Эти силы или божественные существа, посланцы Бога, состоят из мощных, гармоничных и взаимоуравновешивающих энергий правого и левого вращения. Следующая сфера после божественной – творение по образу и подобию Бога. Она образует миры с энергиями, несколько пониженными, чем божественные. В этом мире обитают высокоразумные существа или полубоги. У них уже происходит разделение на мужское и женское начало. Все аналогично древнегреческой мифологии, подумал Петрович. Главный Бог – Зевс. Далее идут боги-олимпийцы, затем полубоги и, наконец, люди. Последующая сфера является слепком с предыдущей сферы творения. Спокойным голосом продолжал Николай Юрьевич. Люди представляют собой вторичные духи. Энергии, составляющие людей, являются более слабыми, чем у полубогов и еще более слабыми, чем у божественных существ. Отсюда и наши возможности слабы по сравнению с полубогами, ничтожны по сравнению с божественными существами и немыслимы по сравнению с Богом. Более того, сфера, которая построил наш мир, подразделяется на две составляющих. Та область, которая ближе к предыдущей, в тварной сфере, насыщена более мощными энергиями и образует сознательно-духовный мир. Более удаленная, с меньшими энергиями, в которой мы и живем, образует бессознательно-духовный мир. Что означает сознательно-духовный и бессознательно-духовный? Задала вопрос одна из присутствующих женщин. Существа, обитающие в сознательном духовном мире, осознают себя как духи, как облако разумной энергии. Последовал ответ. По Малахову это означает разумная полевая форма жизни, подумал про себя Петрович. И наоборот, существа, обитающие в бессознательно-духовном мире, осознают себя иначе. Отвечал на вопрос Николай Юрьевич. Они отождествляют себя с физическим телом, своими чувствами, а человек дополнительно со своим разумом. Разум необходим человеку для ориентации в физическом материальном мире. Работает разум на волнах материального мира. Глаза ловят свет, уши звук, нос запахи и так далее. Другими словами, чувствительность разума не простирается за те волны, которые идут быстрее света. А все духовное работает на гораздо большей частоте. Поэтому разумом невозможно разглядеть и познать духовный мир. Для этого необходим более чувствительный инструмент, который имеется у каждого человека, но его заглушил разум. Отсюда бессознательно духовные существа склонны тянуться к материальному, а не к духовному. У них отсутствует тяга к познанию духовного мира. А она необходима для прогресса. Иначе, связав свой дух с материальным, человек пропадает, когда наступит период растворения материи. Вместе с ней сотрется, разложится и человеческая личность. Так наступит духовная смерть. Для бессознательно духовных существ и людей был предложен несколько иной план развития. Из-за того, что человек не обладает необходимой энергетикой, у него нет той устремленности к познанию и сил для поднятия вверх, чтобы слиться с Богом, с Источником, с Жизнедателем, чем у существ, обитающих в сферах с большими энергиями. Для того, чтобы человек мог подняться к божественному источнику, ему было предложено полностью опуститься в материю, набрать необходимый потенциал энергии и взлететь вверх. Опять обратимся к Библии. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные и издревле славные люди. Как видно из этого отрывка Библии, в материю опускались не только вторичные духи люди, но сам Бог посылал свой дух через своих сыновей в материю. Так, некоторая часть человечества была более одухотворена, чем остальная. Эти люди должны были стать духовными вождями и вести за собой народ. Так возникли первые династии фараонов. Они иначе, чем сыны и дочери Божии, себя не называли. Но вернемся к человеческим духам. Они стали опускаться в материю, приобретая все более и более плотные оболочки, вплоть до материальной. Духовная, разумная, эфирная, астральная и физическая оболочки отражают процесс опускания человеческого духа в более плотные миры, вплоть до материального. В итоге дух человека приобрел законченную человеческую форму. Таким образом, человек представляет собой многосоставное существо, состоящее из множества взаимопронизывающих друг друга оболочек. Все-таки восточные учения о составе человека более детализируют состав человека. В частности, они более конкретно говорят об оболочках или телах человека. Так подумал Петрович и, гордясь своими познаниями, стал шептать Татьяне. Существует тибетское учение о пяти оболочках, которые они называют коши. Наиболее плотная и самая наружная оболочка – это физическое тело человека. Эта оболочка возникает и строится за счет питания. Вторая оболочка относится к грубым энергиям. Ее поддерживает и питает дыхание. Она пронизывает все человеческое тело человека. Ее называют проническим или эфирным телом. Следующая, еще более тонкая оболочка, называется телом мысли. Она образуется благодаря мыслительной активности. Четвертая оболочка – это тело нашего потенциального сознания. Оно простирается далеко за пределы активности нашей мысли и охватывает всю целостность наших интеллектуальных и духовных способностей. С ее помощью человек связан с космическим банком информации. Последняя, сама тонкая оболочка, пронизывающая все предыдущие – это тело высшего универсального сознания, питаемое и поддерживаемое возвышенной радостью. Его можно почувствовать только в состоянии глубокой медитации. Его еще называют телом блаженства. «Не мешай, дай послушать человека», – зашептали сзади и Петрович замолк. «Через эти оболочки имеют связь с энергиями разного рода и потенциала», – продолжал говорить Николай Юрьевич. «Умело работая с этими оболочками, можно выходить на уровень тех или иных энергий и управлять ими. Именно на этом основаны все оккультные практики и получение разного рода мистических сил ситхи. Ибо сознательно действуя с более высокого энергетического уровня, можно вызывать удивительные изменения в конечном материальном мире». Петрович не удержался и спросил, «Николай Юрьевич, вы почти тибетское знание рассказываете об оболочках человека. «Духовная наука едина для всех религий», – последовал ответ Николай Юрьевич. И в данном случае надо понять, основная духовная оболочка является той основной, которая пронизывает и объединяет все остальные оболочки тела человека в одно завершенное целое. Пока мы не достигли понимания того, что человек – это дух, и отождествляем себя с той или иной оболочкой или оболочками, но не духом, мы находимся в зависимости от законов материи. А раз так, то, пребывая в материи, можем вместе с ней подвергнуться распаду, духовно умереть. Просто так умереть – ерунда. Мы вновь родимся, а умереть духовно будет концом человеческой индивидуальности. Но не надо недооценивать значение и ценность физического тела. Несмотря на то, что оно по своей природе самое ограниченное и не может проникать в другие тела, оно все же охватывается всеми другими телами и является естественной ступенью всех духовных деяний и намерений. Только обладая физическим телом, человек может успешно вести духовную работу. Это огромное благо и величайшая ответственность. Поэтому знание, точнее, сознательный опыт этого тела имеет такую огромную важность для каждого, кто хочет вступить на путь духовной эволюции. В этом случае физическое тело становится сознательным инструментом в руках духа. Не зря я столько внимания уделял вопросам здоровья физического тела, его правильное питание, очищение, закаливание, тренировки. Подумал профессионал Петрович – все пригодится. Вдруг раздался голос – Николай Юрьевич, вы говорите о духовной смерти, о полном исчезновении огромного количества людей. А как же божественная любовь? А как же искупление грехов людских Иисусом Христом? Не может же Бог допустить уничтожение рода людского? Увы, может. Вспомните Ноя и всемирный потоп. И сказал Господь Бог Ною – конец всякой плоти пришел пред лице мое. Ибо земля наполнилась от их злодеяний. И вот я истреблю их с земли. Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей. И истреблю все сущее, что я создал с лица земли. И усилилась вода на земле чрезвычайно. Так что покрылись все высокие горы. И истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли. От человека до скота. Остался только Ной. И что было с ним на ковчеге. Что же касается божественной любви, то люди по своей наивности и лукавости представляют ее иначе, чем она на самом деле. Люди желают видеть идеал божественной любви в том, что она все беспрекословно терпит и к тому же все прощает. Они желают видеть божественное в том, что оно терпеливо сносит любые пакости со стороны людей. Задумайтесь же над тем, какое жуткое унижение кроется в этом. Люди желают грешить постоянно и безнаказанно, а затем обратиться к Творцу и получить от Него прощение без всякого собственного искупления. Подобное мышление людей указывает на их безмерную пошлость, лень и слабость. Представьте себе Творца и Его божественную любовь, чистую и великую. Не думайте, что ей подобает быть только добренькой и уступчивой в своем попустительстве, как этого хотелось бы людям больше всего на свете. Эти люди искажают истинное величие там, где они желают проявления слабости. Они сознательно создают ложный образ тем, чтобы еще раз обмануть и оправдать самих себя, успокоившись насчет своей собственности греховности, делающей из них покорных служителей зла. Где же тут сила и мощь, непременно составляющая часть Творца и Его божественной любви? Поймите, божественная любовь неотделима от величайшей строгости божественной справедливости. Более того, они едины по своей сути. Справедливость – это любовь, а любовь проявляется только посредством справедливости. На любви и справедливости основано божественное прощение. Творец снимает вину со всякого человеческого духа, если только тот и искренне стремится к духовному восхождению. Человеческая душа предстает чистой в божественном мире, независимо от того, как человек согрешил когда-то. Такой же чистой, как и не согрешивший ни разу. Но следуя по пути духовного восхождения, душа посредством страданий и слез очищается от всех накопленных ей грехов. Она получит обратно ровно столько же страданий и слез, сколько доставила другим природе, земле и Творцу. Именно в этом залог божественного прощения и его милости. Из божественной любви и справедливости вытекает понятие смирения. Человек не знает, сколько он грехов накопил в прошлых жизнях и какими страданиями должен их отработать. В настоящей жизни создается ситуация, приносящая человеку страдания, муки и слезы. А человек робщик, не желает с ней мириться. Всякими путями желает ее отдалить или уменьшить, перевалить на плечи других людей. Он не желает принимать божественную справедливость, а следовательно отвергает и Творца. Так проявляется гордыня и наживается еще больше грех. Погрязнув гордыне, человек полностью отгораживается от Творца, лишаясь его помощи и служит Люциферу, накапливая общий негатив на планете Земля. Естественно, такие люди будут Творцом уничтожены. Не надо думать, что человек настолько ценен и важен, что от него должен страдать его Господь. Он не ценнее Бога. Вот что кроется в людской гордыне. Но если человек со смирением и пониманием терпеливо очищает себя от прошлых грехов, принимает все, что с ним происходит, он духовно растет. Если с вами случилась беда, болезнь, травма или иное горе, значит вы этого заслужили. Божественная справедливость никогда не позволит того, чтобы с человеком что-то незаслуженно им произошло. Помните, как Иисус Христос говорил, что без воли Отца Небесного и волос не упадет с головы человека. Божественная любовь и справедливость творит только то, что полезно каждому конкретному человеческому духу, но отнюдь не то, что радует его порочный разум и кажется ему приятным на земле. Она намного выше этого, ибо господствует во всех божественных мирах и сферах. Что касается искупления Иисусом Христом грехов человечества, то и здесь имеется большое заблуждение. Иисус принес людям слово, закон, как надо жить. Уже одним только этим Он разделил человечество на тех, кто следует духовным законам и на тех, кто им следовать не желает. Об этом красноречиво говорит следующая фраза Иисуса Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир принес я, но меч, ибо я пришел разделить человека». Духовный меч, слово Иисуса, должен отсечь праведников от грешников. Праведники смогут жить в духовных телах, а грешники их потеряют навсегда. Человечество, располагающее свободой воли, отвернулось большинство своим от его слов, отвергло закон правильного развития. С тех пор те, кто отверг слово, а их было подавляющее большинство, попали под действие Божьих законов, которые были приведены в действие их собственным выбором. На избранном порочном пути люди впоследствии пожали все плоды своего собственного желания. А теперь мы удивляемся, что в мире так много несправедливости, горя, страданий и бед. Вот и получается, что божественная любовь весьма далека от той мягкотелости и слабоволия, что приписывают ей люди в своей гордыне. Все надо принимать, что день грядущий нам несет, промелькнуло в голове Петровича. Принимать смиренно и терпеливо, и вести свою жизнь так, чтобы новые грехи не делались. А если человек заболел, что делать? Голодать. Голод позволит человеку смиренно переносить прошлые грехи и не противиться очистительной и целительной работе Божьей силы в его организме. Гениально. Этот метод исцеления преисполнен божественной справедливостью. Что ранее нагрешил, получи обратно. Но при этом он преисполнен и божественной любви. Жизненная сила, даваемая Богом, излечивает организм человека, вставшего на путь покаяния и смирения. Этот метод лечения прощает человека в глазах Господа и способствует его духовному совершенству. Так просто и так гениально. Теперь разберем такой вопрос, продолжал разговор Николай Юрьевич. Если человек пришелец из духовного мира, то почему он забыл? Кто он и зачем пришел в этот мир? Сфера, в которой существует человеческий дух, разделена на два мира. Первый мир состоит из более сильных энергий и в нем обитают духовные существа, которые осознали себя. Кто они такие и зачем живут? Человеческие духи живут в мире, образованном слабыми энергиями, поэтому они бессознательны. Для того, чтобы человеческий дух стал сознательным, он должен опуститься в материю и в материальном мире накопить необходимую энергию для духовного самоосознания и взлета. Это своего рода тренировка для человеческого духа. Человеку, чтобы стать сознательно духовным существом, надо проделать огромный труд, ведь ничто даром не дается. Это хорошо иллюстрирует любая человеческая профессия. Мало обучиться, но надо приобрести соответствующий опыт, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. А профессионализм во многом зависит от того, сколько своей собственной энергии кладывается человеку по знанию выбранной профессии. Большую роль играет и талант, который позволяет человеку более качественно вместить и использовать полученные знания и приобрести опыт. Отсюда один человек может за год-два становиться высокопрофессиональным, а другой из-за своей лени и низкого уровня восприятия знаний пожизненно ничего не умеет. Имеется еще один фактор, который определяет талант человека. Это его наработки в прошлых жизнях. Эти наработки указывают на то, сколько времени из собственных жизненных сил человек потратил на освоение тех или иных знаний. Именно этот прежний труд, опыт и знания в настоящей жизни создают человеку более благоприятные условия. Такой человек все ловит на лету, интуитивно знает, правильно поступает, профессионально ловок и находчивый. Теперь вернемся к духовному самосовершенству человеку. Оно зависит от степени прошлых наработок, от его таланта и от его трудолюбия. Но даже для самых ленивых человеческих духов на Земле созданы все условия, чтобы наработать необходимый потенциал для духовного взлета. Итак, в человеческий дух вошел физическое тело на планете Земля. Так появилась первая раса людей. Потребовалось огромное количество времени, чтобы была достигнута определенная степень самосознания и духовности. Да и время в тот период шло гораздо медленнее, чем сейчас. В течение этого времени шла наработка рассудка. Он еще не давлел над человеком и по этой причине человеческие духи были открыты и имели прямую связь с источником их породившим. Они запросто общались с Богом. Это была норма для всех людей, живших в тот период. Николай Юрьевич, что вы понимаете под рассудком и за счет чего может осуществляться духовная связь? Расскажите об этом более подробно, задала вопрос Татьяна. Человек, как дух, опустившийся в материю, должен обладать двумя способностями. Первое и самое главное – это постоянно поддерживать связь с высшими божественными сферами. Это требует от него его духовная природа. И как материальное образование он должен научиться жить в материальном мире. Это от него требует материальная природа человека. За связь с божественными сферами отвечает духовный разум. А за связь с земным миром – рассудок. В материальном теле человека духовный разум представлен разного рода жидкостями, как наименее материальными образованиями – кровью, лимфой, межтканевой и внутриклеточными жидкостями и так далее. Но особенно духовный разум представлен жидкостями, которые находятся в полостях головного и спинного мозга. Эти полости, заполненные особой жидкостью, являются своего рода антеннами, которые настроены на прием сигналов, идущих из высших духовных сфер в нише. Что касается рассудка, то он представлен центральной нервной системой – головным и спинным мозгом. Их роль сводится к проведению управляющих импульсов, идущих от рассудка на физическое тело. Духовный разум – живое образование. С его помощью дух человека накапливает опыт, силу для духовной эволюции. Этот процесс непрерывен и идет из одной человеческой жизни в другую. Противовес духовному разуму рассудок человека не вечен. Его возникновение, формирование и действие ограничивается лишь одной жизнью. Он исчезает вместе со смертью человека. Таким образом, духовный разум и рассудок одновременно находятся в человеке, облаченном в материю физическое тело. Они должны нормально функционировать для обеспечения прогресса личности человека. Духовный разум помогает накапливать необходимую для эволюции силу и обеспечивает нужную чистоту. В случае необходимости он принимает поправки, идущие из божественных сфер. Рассудок призван помогать духовному разуму выполнять необходимую работу на физическом уровне и реализовать в материи замыслы духа. А теперь главное. Николай Юрьевич обвел присутствующих многозначительным взглядом и, сделав паузу, сказал. В процессе освоения Земли и накопления разного рода знаний о земном и материальном рассудок непрерывно развивался и совершенствовался. Материальные составляющие рассудка, головной мозг, сильно увеличились и за счет этого уменьшили и исказили материальные составляющие духовного разума, специальные полости в головном и спинном мозге. Они сильно уменьшились, исказились и потеряли способность полноценно воспринимать управляющие импульсы, идущие от божественных сфер. В результате способность к постижению духовных импульсов и знаний у современного человека почти нет. Зато неоправданно развилась способность к грубо-вещественной земной деятельности. Такое положение дел через многие тысячелетия привело к наследственной ненормальности. Дети уже рождаются с развитым головным мозгом и атрофированными мозговыми полостями. Их мышления и помыслы уже заранее ориентированы на сугубо земное и материальное. О духовной эволюции никто не вспоминает и не думает. Именно в этом заключается феномен первородного греха. «Николай Юрьевич, вы не можете нам указать на разницу в действии духовного разума и земного рассудка?» Спросила Татьяна. «Молодец, Танька. Пытай его, пытай больше. Пусть все выложит, что знает», — радостно думал Петрович. Ему очень понравился вопрос Тани, и он с нетерпением ждал на него ответ. Очень важно почувствовать разницу между духовным разумом и действием земного рассудка. Ведь тот и другой мыслит и действует, но мыслит и действует по-разному. Вот два главных отличия между ними. Земной рассудок действует во время бодрствования человека, а духовный разум действует во время сна. Рассудок постоянно учится, сомневается, просчитывает, предполагает, действует с хитринкой или опаской. Разум по-детски наивен, заранее знает ситуацию и что от него хотят, действует стремительно и без рассуждения. Его знания естественны и не требуют никаких обучений. По этой причине дети ближе к Богу и его посылам. Чем старше человек и чем больше он усвоил земных знаний, тем дальше он от Бога и его регулирующего влияния. И еще земной рассудок требует отдыха. Духовный разум всегда бодрствует. И еще, если вы принимаете какое-то решение, первое и самое правильное приходит сразу же. Это от духовного разума. Все последующие решения разного рода взвешивания, за и против, идет от земного рассудка. Отсюда самый первый импульс в ответ на ситуацию идет от разума. Николай Юрьевич подошел к столу, выпил воды и продолжил. Человек, согласно его истинной духовной природе, должен творить на земле только добро, действовать самовозвешающе. Добро первично и сильно. Все сотворенное зло на земле вторично, по той причине, что оно творится рассудком, который является слугой для духа. А получилось, наоборот, слуга, земной рассудок, занял место хозяина духовного разума и беспощадно им понукает в угоду своим материальным желаниям и амбициям. Разум все больше и больше вергает человека в материю, приближая его к стадии отцепенения в ней. В материи, связанном в материи, а кому рассудка, дух человека распадается вместе с нею, когда наступит соответствующий период. И период этот, согласно всем приметам, достаточно близок. Вот так слуга занимает место хозяина человеки, подумал Петрович. Итак, рассудок человека – это функция мозга. Земной рассудок работает на волнах материального мира и черпает из него знания. Самая большая скорость в материальном мире – скорость света. Именно ей ограничена способность мозга и рассудка человека. А знания более высших миров основаны на скоростях, превышающих во много раз скорость света. Отсюда земной рассудок бессилен их почувствовать, уловить и использовать, а человек лишен возможности ими воспользоваться. Для того, чтобы выйти на более высокий уровень познания, надо отключить земной рассудок и действовать духовным разумом, который работает на более мощных энергиях и скоростях. Для того, чтобы выйти на уровень рассудка, надо соблюдать заповеди, сумму нравственных законов. Эти законы были предложены людям с целью постоянной связи человеческого духа с божественной сферой, которая при запросе о помощи помогала, корректировала жизнь и эволюцию человека в нужном направлении. Как я указывал ранее, развитие рассудка, обрастание его все новыми и новыми знаниями, абсолютно бесполезными для духовного развития, привело к тому, что канал связи с божественной сферой закрылся. Вернее, был заглушен, так как рассудок человека работает на грубых материальных волнах информации. По этой причине, постоянно стали отключать высшие сферы и сферы, которые руководят эволюцией человечества. Человечество перестало их видеть и слышать. Так произошла утеря человеком его нормальных свойств и способностей. Утеря этих способностей привела к тому, что развитие человечества пошло иным путем. Пророки пытались свернуть нам это знание, но, увы, люди перестали их понимать, гнали и истребляли, как чуждых их земному рассудку, как разрушители устоев их извращенного общества. Более того, люди поступали так с пророками потому, что имеется управляющий низшими мирами. Это падший ангел Люцифер. Он постоянно дает соблазны людям, дает сбивающие человека информационные потоки, провоцирующие в нем разгул низменных чувств и мыслей. Это произошло потому, что ранние люди поддались соблазнам и сами стали излучать неправильные мысли, чувства, желания, планируя дурные поступки. В результате отрицательных мыслительных наработок многих поколений людей вокруг планеты Земля повис смох из мыслительного негатива. Эгрегор зла. Так вот, кто энергетически дует людей, мелькнула догадка в уме Петровича. Этот эгрегор не позволяет, мешает, искажает прохождение сигнала идущих из высших сфер и миров в наш. Через этот эгрегор зла может пройти лишь посредник из высших миров. Иисус Христос и был таким посланником, который пытался спасти человечество от самоистребления в результате неверного эволюционного пути. Он сделал попытку через слово дать людям знания. Через выполнение заповедей вернуть человечество на правильный эволюционный путь развития и дать ему возможность перейти в более высокие сферы существования. Царство Небесное. Встает законный вопрос, каков механизм действия заповедей. Но прежде чем их разобрать, исследуем составляющие человеческой деятельности. Проанализируем такое понятие, как грех. Греховная деятельность – наработка греха. Первым вопросом разберем, что представляет собой деятельность или поступок. Поступок подразделяется на внешнюю составляющую, видимую и внутреннюю составляющую, невидимую. К внешней составляющей поступка относится то или иное физическое движение и сопровождающие его звуки слова. К внутренней составляющей поступка относятся мысли и чувства. Как человек мыслит, что именно мыслит и что при этом переживает, испытывает. В итоге мы имеем четыре составляющие поступка – действия, слова, мысли и чувства. Действия и слова, то есть звуки, на уровне физического мира могут быть гармоничны, а могут вызывать дисгармонию. Мысли и чувства действуют в более высоких энергетически сильных мирах. Они также могут быть гармоничными, а могут быть и дисгармоничными. Излучение, идущее из божественной сферы, имеет особого рода гармонию. Наталкиваясь на внешнюю и внутреннюю составляющую поступка, деятельность того или иного конкретного человека, оно регистрирует отклонение от гармонии. Вот это отклонение от гармонии является грехом. Это отклонение от гармонии – грех – записывается за каждым конкретным человеком. Вокруг человеческого духа возникает паутина из подобных записей грехов. Эти записи грехов сделаны из более грубых и тяжелых энергий, чем человеческий дух – основа человеческого существа. Опутанный такими энергетическими цепями грехов, дух человека не может взлететь к божественным сферам и нормально эволюционировать, и вновь идет на землю для нового воплощения. Более того, греховная деятельность земного рассудка все прочнее и прочнее связывает дух человека с материей. Иначе и быть не может, ведь человек грешит через свои чувства и рассудок, которые созданы для того, чтобы ощущать и действовать в материальном мире. Встает вопрос, раз человек в материальном мире может действовать только с помощью земного рассудка, как его настроить на правильную работу, как из врага превратить его в друга и помощника своего духа? Николай Юрьевич посмотрел на окружающих, как бы ожидая от них ответа. «Наверное, путем соблюдения определенных рекомендаций. А если быть более точным, путем соблюдения заповедей божьих», – подумалось Петровичу. «Надо заповеди библейские соблюдать», – сказала вслух Таня. «Не библейские, а Божьи», – поправил ее Николай Юрьевич. Теперь разберем значение Божьих заповедей, их десять, и даны они по степени важности человеку для его духовного развития. И каждая из заповедей заключает явный и скрытый смысл, который открывается каждому человеку по мере его духовного развития. В одной и той же заповеди он может познать все новые и новые духовные глубины, грани действия.